Аааа, я когда-нибудь начнёт это вот, ну окей, давай заново. Приветствую вас на моём потрясающем канале. Я автор этого канала, а значит сегодня мы будем пилить контент. Для всех тех, кто, наверное, спрашивал, где я перепадал, я болел, поэтому видео не было. Но сегодня же я продолжу мою потрясающую идею. И мы будем сегодня рисовать трёх самых милых созданий на свете. Покемончики. Мы все любим покемончики. Ты любишь покемончики, я люблю покемончики. Моя сестра любит покемончики. Все любят покемончики. Поэтому сегодня мы совместим ещё одну вещь, которую люди любят, а именно видеоблоги. Но в моём случае скорее летсплейщиков, стримерщиков, я не знаю. Летсплейщики в виде покемончиков. Как вам такое? Вам нравится? Мне тоже. Поэтому давайте же начнём. Давайте начнём с самого, пожалуй, известного человека на нашем русском ютубе, который снимает видеоигры. Винди-31. Виндяй. Хаасид. Назовите его как хотите. Андрей. Андрей. Андурэ. Андроид. Что, если бы он был покемончиком? Начало хотелось бы сказать о том, что я решила взять одну из его, не знаю, фишечек. То, что он берёт и создаёт миллион аккаунтов, миллион каналов. И говорит, мол, и смотрите, я сделал аккаунт, идите смотрите сюда. А потом на этом же самом аккаунте говорит, а кто такой Винди-31? Я не знаю, я не знаю. Короче, я решила взять и разыграть эту задумку и превратить это в свою роду способность. Итак, способности нашего покемончика может создать три копии себя. Первая копия блокирует слух, вторая копия блокирует зрение, третья копия – основная форма, и она ни на что не способна. Обычный метод проживания этого покемончика. А в обычное время жизни проживают в малонаселённых местах. Основным хобби этого покемончика, пожалуй, будет создавать маленькие представления своим любимым зрителям, которые, как правило, являются прохожие, люди или, может быть, даже другие покемоны. Он создаёт три копии себя и начинает своё потрясающее шоу. Внешний вид этого покемона больше напоминает хомячка, потому что Винди-31 не ассоциируется с хомячком. Почему? Наверное, вы уже сами знаете, если вы его смотрите. В палитре я, конечно же, решила использовать его стандартную цветовую палитру нашего Виндиа, повлекаясь в том, что я угадала только с одной палитрой. Метод боя нашего покемончика заключается в том, он может создать две копии себя, которые способны блокировать слух, а также блокировать зрение. Метод очевиден. Блокируем эти два чувства, третий, не знаю, пинает его. Вот наш выигрыш нашего покемончика. Знаю очень креативно. Помогите. Также главный пункт способности и эффективности вторых копий зависит от настроения первой, основной формы. То есть, если нашему основному покемончику нехорошо, то и способности вторых копий будут нехорошими. То есть, если первая копия в обычное состояние могла, допустим, ослепить полностью, то в состоянии депрессии ни хера не ослепить. Ну, мы поднимем, да? Согласитесь же, этот покемончик будет потрясающе. Следующий! Следующий покемон это у нас Купленов. Ещё один известный стример, вэтсплейщик, который проходил Геншин, наверняка вы знаете, большинство из них нет его именно из-за этого. И этого покемончика мы нарисуем. Блядь, а чем я тут занимаюсь? Способность этого покемона заключается в его заразительном смехе. Стоит этому покемону только раз начать смеяться, так все покемоны в окружении тоже будут умирать от смеха. Также эта способность может повлиять на некоторых людей. Это продолжается, пока противнее не потеряет сознание от смеха, ну или же и владелец покемона не заберет его в свой покебол. Также радиус действия его смеха составляет полкилометра. То есть, радиус высшимости его смеха. Любой, кто услышал, тот заразился. Повседневное поведение этого покемона не отличается чем-то от других животных. Днем спит, ночью активничает. Чаще всего проживает возле ферм и всех этих местах, где растет та или иная живность растений. Я не знаю, еда растет, короче. Иногда подворовывает, скажем так, потому что... Ах, жрать. Внешность этого покемона обратно же описывает слегка, как выглядит у нас потрясающий Купленов. Я его ассоциирую с свинкой. Не в плохом смысле, конечно же, а в очень хорошем. Какой-нибудь такой милой свинкой. Мема. Как свинка из мемов, я не знаю. С таким розовым оттенком и очень милыми глазками. Потому что Купленов просто хороший человек. Его смех реально заражает. Я понял. Следующий и самый последний покемончик на сегодня. Это наш многоузнаваемый, многопопулярный Мармук. Основную способность этого покемона я решила, так сказать, придумать от того, чем занимается Мармук на своих видео. И наверняка многие внимательные зрители Мармук уже наверняка знают о том, что Мармук любит ломать игры. Как не видел, как какой-то бак. Как не видел, как какую-то очень странную ситуацию в игре. Как не видел и как люди угорают от очередной какой-то непонятной ситуации. Его способность заключается в везении в невезении. Другими словами, бандат в мире покемонов. Я не знаю. Стоит этому покемону хоть раз появиться на поле боя и увидеть своего противника, поняв, что этот противник хочет атаковать этого покемона, наш покемон автоматически активирует свою способность. Плевать, что произойдет. Но его враг никак не сможет его атаковать. То на него упадет дерево, то он сломает ногу, то ему станет плохо, то его водится, я не знаю, что там, инсульт ноги. Но мы поняли, короче. Все что угодно, но только не напасть. Вот это вот везение в невезении. Повседневная жизнь этого покемона ничем не отличается от других покемонов. Живет себе, радуется. Вот только этот покемон обитает в лесах. Питается корнями деревьев и вообще радуется жизни. Если он, допустим, там увидит человека, то попытается, конечно же, провести на нем свой обряд. В целом, я не знаю почему, но это уже второй покемон, который относится к порнокопытным, свининными генами. Я не знаю почему, но лично для меня вармок со своим таким грубым и низким голосом ассоциируется с кабаном. Такой серьезный и одновременно в нем есть какая-то непонятная харизма, которая очень цепляет нас, тебя, всех. Именно поэтому мы все любим тактильно вармок. В целом, я довольна результатами. В целом, я вообще довольна тем, что у меня наконец-то получилось сделать видео. Какое-то короткое видео, кстати, получилось, мне кажется.